и всем приветики мои секретики вы сейчас в моем канале секрет только всем привет ребят и сегодня у нас будет наверное долгожданное видео которое очень многие просили у меня в комментариях она на тему как мы познакомились вместе с лео но я не знаю ждали вы его или нет но если честно я сама очень сильно давно хотела вам рассказать эту историю потому что она довольно интересная и необычная ну и давайте не будем затягивать и поскорее начнем можете налить себе горячий чайочек и приступать к просмотру вот лично мы с него так и сделали в общем в общем началось все с того что когда я вела прямой эфир мне задали один вопрос по типу как вы познакомились вместе с лео или это было не на прямом эфире а в видео я уже не помню но по моему это все таки было тогда когда я снимала вопрос-ответ вторая часть на тот момент я уже встречалась с лео и мне по моему там и задали такой вопрос я на него ответила но так кратко и думаю понятно а сегодня я бы хотела вам абсолютно рассказать вот до этого момента как мы начали так скажем встречаться ну и в общем то я думаю можно начинать конечно какую-то часть истории буду рассказывать я какую-то часть истории будет рассказывать лео давайте уже начнем все таки это было два года назад когда мы с моими родителями решили слетать в какую-то холодную такую страну а точнее на север и мы приехали в очень такой маленький городочек то толком не было отели поэтому мы решили заселиться в какой-то маленький съемный уютный домик мама а почему мы здесь просто я немножечко недопонимаю может вроде как в отеле номер бронировали доченька тут нету отелей тут только вот такие вот съемные дома серьезно ну ладно давай проходи уже наша комната была необычная довольно но точнее ну а точнее была отдельная кровать для мамы с папой и отдельная кровать для меня но тут еще была кровать на втором этаже и у меня был выбор где спать за окном было очень холодно а в доме было так тепло и уютно также у нас были очень красивые пейзажи из этих окон там были видны горы и ели и разные другие деревья а также падал снег медленно и постепенно у меня тут даже лежала какая-то игрушка я не знала я сначала подумал что это какая-то палка но потом я пригляделась и поняла что это не палка это крокодил так ну если что не удивляйтесь что у меня с волосами просто на тот момент они были именно такие они еще не успели у меня отрасти уже был поздний вечер в этот вечер я легла спать самое последнее потому что долго не могла уснуть мне как будто бы что-то тревожило день и я не понимала почему какое-то было такое чувство что со мной завтра что-то произойдет страшное и просто неповторимое подумала да ладно это всего лишь какие-то мысли нужно от них избавиться и все будет нормально но я уснула в общем на утром мы собрались уже идти и кататься на лыжах но и пошли собственно и на следующее утро все также падал снег но зато светило очень яркое солнышко ну и в этот момент там был я со своей семьей сейчас дура подожди сейчас лео подготовиться он просто немного волнуется давно уже не катались но папа ну ладно ладно чё ты ладно давай катись мы поехали здорово будем тебя там внизу встречать хорошо не волнуйся все будет хорошо да давай не волнуйся я тут буду фух давай лео давай ну и собственно я проехался отлично а на финише меня встречали моя сестра и моя мама ну что как фух слава богу все нормально такой мороз сегодня еще наоборот хорошенько а теперь с горки пойдем мама давай лео с тобой сходит либо я скажу здорово мам сходи ты я еще хочу покататься ну дура ну пожалуйста но я хочу еще покататься и тут пока мы с мамой стояли еле блинчики и смотрели на всех я увидела как многие катаются со сноубордов и лыж я решила что это так круто и такая а почему бы нет мам а можно мне пожалуйста скатиться один раз на сноуборде с этой горы силе ты с ума сошла какой сноуборд ты ни разу на нем не каталась ты даже не знаешь как это но я хочу попробовать пожалуйста нет силе я тебе не отпущу а я отпущу давай силе это круто вот да по силе нет мама да нормально все будет все будет чудесно доверьте мне я знаю что я делаю силе боже ладно ты не переживай дорогая все будет нормально может хватит есть не хватит джек и вот я уже встаю на сноуборд силе может лучше не надо все на домом все надо и просто я понимаю сейчас что рядом со мной стоял отец лео да это конечно шок вот ты его не знала еще тогда вот именно что не знала лео силе может мама нет я уже покачусь все давай давай мама иди едь вниз смысле вниз ну жди на финише ладно а ты ну ладно я тоже давай силе ты справишься справлюсь все молодец хороший настрой фух давай сильнее так ну ладно подожду когда мама с папой приедет на финиш потому что все таки тоже как-то волнулись ну где она там а вон она сейчас поедет наверно боже моя бедная девочка она наверно так боится да все нормально милая не беспокойся ладно поехала вау и так то круто не трамплин нет ни ну ладно 5 селе боже мой селе ты в порядке силье или ты нормально дамам маркл enhancement размножка ушиблись домой видим и просите мне пожалуйста я правда не хотел ничего ты не виноват так просто получилось да да простите пожалуйста мы не хотели да ладно она наверное новенькая дома ну да наверное новенькая да она в первый раз ясно ничего страшного потом научиться будет нормально ездить а я наверное больше не поеду ты в порядке так все пойдем сели ну ладно извините еще раз да ладно ничего пока мама с папой там катались развлекались я сидела и пыталась как-то отойти от той ситуации которая со мной произошла ведь я просто покатировалась эти просто покатилась кубарем вниз на лео так сказать на тот момент я не знала что это лео и это был для меня чужой человек совершенно не было так стыдно и не было так неприятно что так все получилось как-то что-то меня тревожило но в один момент все мам я устал кататься может покатаетесь за меня но ты чего лео я пойду кофе попью ну ладно поехали дуэр с тобой дамам да ну вот в общем то мы тогда поедем пойдемте со мной пойдем пока я ехал меня тоже все тревожило что произошла такая ситуация мне было так некомфортно в душе ну все мы пошли скатываться хорошо мам вы аккуратней и я пытался очень долго найти силе но потом все таки увидел ее она сидела одна у костра привет привет стоп это ты на кого я скатилась прости пожалуйста ой то есть прости пожалуйста я правда не хотел это я виновата нет это я виновата я не увидела что трамплины и так получилось в общем чтобы не спорить давай сделаем так что никто не виноват давай так но все же прости меня пожалуйста я должен был отойти наверное да ладно ты чего все нормально уже я но ты чего одна сидишь почему с родителями не тусуешься ну просто руки замерзли немного да и сама как-то холодно ну да у нас в нашем городе очень довольно холодно поэтому ты берегись нужно перчатки одевать или варежки ну я это не предвидела давай тебе кофе принесу что ли да ладно ты чего не надо я согреюсь у костра ага полчаса тут сидишь и еще не согрелась сейчас подожди ну господи и не хочу заводить не с кем тут роман ведь я же отсюда уеду и это была для меня самая больная тема ведь я понимала что я здесь навсегда точно не останусь не было поэтому не как-то не очень с ним начинать дружить или общаться вот держи спасибо большое это очень мило с той стороны но если ты хотел чтобы мы начали дружить то что ну просто я здесь не живу и я не отсюда я совсем из другого города и страны вообще в принципе а ты прилетела в отпуск ну да ясно у нас тут просто не всегда гости встречаются из других стран обычно все летают в более известные города чем наш ну не знаю мне кажется и у вас тоже круто ну может ну что стало легче да стало спасибо большое да всегда пожалуйста кстати шлем с него мне уже жарко и на этом наше видео подходит к концу если новым понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новых видео а также ждите вторую часть она обязательно выйдет я вам сразу говорю всем пока пока и до встречи в новом видеоролике